МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. НЖСК сегодня и завтра. Какие новости в деле управляющей компании? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность прежде всего в Ноябрьске обсудили ситуацию на городских дорогах. И с возвращением дети нефтяников вернулись с моря. Начну с информации, которая стала известна буквально час назад. Тело второго пропавшего рыбака найдено. Напомню, двое жителей Ноябрьска отправились на рыбалку на озеро Щучье 5 июня и пропали. До 19 числа именно тогда тело первого мужчины было обнаружено водолазами. Их местонахождение было неизвестно. Сегодня появились новые факты этой трагедии. Тело молодого человека было обнаружено на дне того же озера. Он поднят на поверхность, осмотрен. В ходе осмотра следов каких-либо телесных повреждений на нем обнаружено. На его теле обнаружено не было. Личные вещи при нем, документы, одежда в порядке. В настоящее время его тело направлено в морг города Ноябска для проведения судебно-медицинского исследования. 25 июня истек срок, который управляющая компанией НЖСК установила для подписания собственниками жилья договоров о переходе на новый способ управления домами и о сотрудничестве с новой организацией НЖСК+. О том, что такое предложение, исходящее от управляющей компании, а не принятое собственниками на общем собрании, является грубым нарушением жилищного законодательства, новости нашего города говорили неоднократно. Также мы обращали внимание на новый договор, по которому новая компания собирается работать почти с двумя сотнями многоквартирных домов, в которых живет примерно третье население Ноябрьска. Мы предложили всем внимательнее изучать документ перед тем, как ставить под ним свою подпись. В свою очередь представители НЖСК уверили, что новый договор практически не несет какие-либо изменения для собственников и что общие собрания обязательно будут. И назначены они на 28 июня, то есть на ближайшую пятницу. Но вот то, чем подкрепляет свои заверения, управляющая компания у людей вызывает большие вопросы. Решение собственника помещения по вопросам, поставленным на голосование на общем собрании собственника помещений в многоквартирном доме по адресу. Адрес вписывается, проводимого в форме, и тоже вписывается, в какой форме. Далее идут являющиеся собственником помещения на основании, и тут вписываются номера документов, на основании какого является собственником, общая площадь собственника. Ну, короче, все данные из документа на собственность. Это решение, где нужное надо вписать, Валентина Маличкина взяла в своем ЖЭО вместе с копией нового договора управления. Как председатель совета своего дома, сначала она сама изучила документы, а теперь собирается обсудить их с соседями. Но прежде, говорит женщина, хочется узнать у управляющей компании, почему на доме красовалось объявление, в котором ЖЭО приглашает собственников прийти для ознакомления с повесткой общего собрания и условиями нового договора. А по факту сотрудники управкомпании предлагают людям подписать вот такое недвусмысленное решение общего собрания, которого еще не было. Здесь такие вопросы поставлены на голосование, якобы на общем собрании собственников. Утвердить порядок проведения общего собрания собственников помещения в доме. Дальше. Второй вопрос. Второй вопрос. Принять решение об изменении способа управления многоквартирным домом. И вариант у нас один предлагается. И изменив его, да, изменив его на непосредственное управление собственником. Всего в этом решении пять пунктов. И некоторые жильцы, говорит Валентина Леонидовна, под ними уже подписались, а значит согласились с тем, что теперь управлять домами начнет НЖСК+. И по тем правилам, которые организация установила сама. Соседка, которая оставила свой автограф в документе, потом сказала, что сделала это почти не глядя. Восемь страниц договора плюс три страницы приложений. Это вместо прежних-то четырех изучить сходу очень сложно. А потому, предполагает председатель совета дома, многие подписавшиеся горожане остались в неведении того, что новые правила плюсов для собственников, собственно, и не несут. Плюсов для заказчика я не нашла. Может быть, плохо просмотрела. Зато спорных пунктов, на взгляд Валентины Леонидовны, в договоре обнаружилось предостаточно. К примеру, обращает она внимание, из документа следует, что ЖЭУ будут бесплатно располагаться в общих помещениях собственников. Но вот если собственнику понадобится копия какого-либо документа того же договора, то за любую бумагу человек должен будет заплатить. Рассчитаться с НЖСК+, придется и за то, что компания от имени жильцов будет заключать договоры на аренду общих помещений. Стоимость этой услуги божеская, в том плане, что равна прежнему налогу на содержание церкви, десятины или 10% от суммы аренды. Но и главное, о чем уже говорили новости нашего города, новая компания наделяет себя полномочиями самостоятельно, без согласия жильцов, как это было раньше, повышать цены на свои услуги. Понятно, говорит Валентина Леонидовна, что эти тарифы без изменений держатся с 2006 года. Но может сначала надо добиться полной прозрачности и взаимопонимания с собственниками по вопросу качества услуг и их стоимости, а потом уже наделять себя таким правом. Исходя из того, какие средства с нас снимались раньше, и как они предоставляли акты выполненных работ, и сейчас, когда мы их контролируем, да, вот, сомнения возникают. Большие суммы нам выставлялись по актам о выполненных работах. Все эти вопросы Валентины Маличиной мы направили в НЖСК, но пока все, чем мы располагаем от управляющей компании, это письмо, в котором, помимо прочего, очень коротко сообщается, что в управлении НЖСК плюс на сегодня нет ни одного дома, и что общие собрания собственников будут и назначены они на 28 июня. А это значит, что объявления об их проведении еще с 18 июня должны были висеть на подъездах домов. Только вот найти их нам не удалось. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города. Повторюсь, вопросы Валентины мы перенаправили в НЖСК. Главный из них – как изменить пункты, которые не устраивают людей в новом договоре управления, и почему предлагается только вариант непосредственного управления. Мы пока ждем ответа. А вы на нашем сайте можете ознакомиться с теми вопросами, которые мы отправили в управляющую компанию перед тем, как подготовить этот материал, и с ответами, которые мы получили. И еще напомню, что 1 июля в арбитражном суде Ямала состоится суд о признании НЖСК банкротом. Такой иск в отношении управляющей компании направило общество «ЭнергогазНоябрьск». Причина – многомиллионные долги НЖСК перед ресурсоснабжающей организацией, которые образовались из-за несовершенства федерального законодательства и от которых можно избавиться, расплатившись, что практически невозможно, или создав новую компанию уже без долгов, что, собственно, сейчас и происходит. Правда, у людей создается впечатление, что, избавляясь от долгов, управляющая компания одновременно ставит собственников, которых обслуживает в заведомо худшие условия по сравнению с теми, что были до сих пор. Госдума продлила срок работы Фонда содействия и реформирования ЖКХ до конца 2017 года. Одновременно было принято решение об изменении приоритетов в деятельности госкорпорации. Главной задачей становится некапитальный ремонт, а переселение граждан из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года. Для этой цели в 2016 и 2017 годах на 10 миллиардов каждый год будет увеличено финансирование из федерального бюджета. Несмотря на смену приоритетов, финансирование программ по капремонту продолжится, но суммы уменьшатся примерно в 8 раз. Кроме того, в будущем году начнут действовать региональные системы капремонта и доля собственников с 5% увеличится до 15%. И еще один важный момент. Если дом признается аварийным, деньги, накопленные собственниками на его капремонт будут им возвращены. Строительно-монтажный трест по-прежнему держит печальную пальму первенства по зарплатным долгам перед своими работниками. Об этом сегодня говорили в прокуратуре города, где проходило заседание антикризисного штаба. Еще один крупный должник по зарплате общества с ограниченной ответственностью СУ-7. В общей сложности два предприятия должны порядка 8 миллионов рублей. И этих выплат ждут более 300 человек. А вот пенсионный фонд и фонд медицинского страхования недополучил еще более гигантскую сумму – полмиллиарда рублей. У самого большого должника общества «ЭнергогазНоябрьск», за которым числится 205 миллионов, перебои со страховыми выплатами начались около трех лет назад. И сейчас пенсионный фонд направляет документы в соответствующие инстанции о взыскании имущества. Общая заложность страхователей перед пенсионным фондом и фондом обязательного медицинского страхования составляет на сегодняшний день около 512 миллионов рублей. Это очень большая цифра. Такой у нас еще не было никогда. 40% из этой суммы составляет задолженность «ЭнергогазНоябрьска». Газпромнефть и «ЭнергогазНоябрьска» добывает 19 тысяч тонн нефти в сутки. Повышение уровня нефтедобычи достигнуто благодаря эффективному выполнению геолого-технических мероприятий. Дополнительные тонны к бизнес-плану удалось добыть за счет введения в эксплуатацию двух скважин методом зарезки боковых стволов, суммарный суточный дебет которых составил более 160 тонн нефти. В последний раз предприятию удавалось достичь такого важного рубежа в сентябре прошлого года. С начала года бизнес-план перевыполняется более чем на 60 тысяч тонн нефти. На Ямале определили, на каких видах транспорта должна быть установлена система ГЛОНАСС. Губернатор Дмитрий Кобылкин подписал соответствующее постановление правительства округа. Документ предполагает поэтапное оснащение навигационной аппаратуры пассажирского транспорта и автомобилей, которые перевозят опасные грузы. Отдельно оговаривается, что в пассажирских микроавтобусах с количеством мест не более 8, установка ГЛОНАСС начнется с января будущего года. Добавлено сегодня более 80% пассажирского транспорта на Ямале уже под колпаком. Систему навигации установили и примерно на четверти грузового спецтранспорта. Безопасность на дорогах Ноябрьска сегодня обсуждали в администрации города. В заседании приняли участие первый замглавы администрации Андрей Косяненко, начальник госавтоинспекции Ноябрьска Сергей Шевцов и представители городских автотранспортных предприятий. Основное внимание было уделено детскому травматизму. Главный госавтоинспектор отметил, сейчас ситуация стабилизировалась, показатель снизился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ДТП пострадали двое несовершеннолетних. При этом в авариях на ноябрьских дорогах погибло на одного человека больше, чем за тот же период 2012 года. В завершении встречи Андрей Косяненко отметил, что ситуация с разбитой дорогой на третьем проезде промзоны, на который постоянно жалуются жители нашего города, в скором будущем будет решена. Проект реконструкции дорожного полотна уже разработан. Планируется, что документ пройдет все стадии проверки до конца этого года. Госдума может вернуть промилле уже на следующей неделе. Депутаты рассмотрят поправки о введении минимального порога, чтобы избежать случаев, когда водитель сел за руль трезвым, а из-за погрешности приборы показали долю алкоголя в крови. Поправка определяет, что состоянием опьянения будет считаться наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,35 и более грамма на 1 литр крови. В случае же наркотиков этот уровень будет устанавливаться правительством. Несмотря на то, что депутаты намерены отменить нулевое промилле после того, как измерения и исследования показали, что решение об отмене было необдуманным, премьер-министр, который, кстати, был одним из первых инициаторов его установить, несмотря ни на что, своего мнения так и не поменял. Я бы хотел напомнить всем, кто подзабыл. В советские времена никаких промиллей не было, и никто не ставил вопрос ни о точности приборов, ни о том, что мы хотим бокал другой пропустить, а потом за руль сесть. И норма о допустимости 0,3 промилле, она появилась всего несколько лет назад, а потом была отменена. Я свою позицию не изменил. За рулем пить нельзя. Особенно с учетом специфических привычек, присущих значительной части наших людей. Полицию могут вновь переименовать в милицию. Такая информация сегодня появилась в электронных СМИ. Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой высказался о несовершенстве нынешнего закона о полиции. Он отметил, что в июле рабочая группа по мониторингу документа будет рассматривать конкретные инициативы. Уже сейчас понятно подчеркнул Горовой, что после преобразования российское правоохранительное ведомство потеряло многие важные функции, которые необходимо вернуть. На Ямале учреждена награда губернатора «Медаль за гражданскую инициативу». Она вручается за активное участие в решении важных социально-экономических проблем округа, оказание благотворительной, спонсорской и других видов помощи различным социальным группам населения за проявленную инициативу и участие в подготовке значимых для жителей региона законодательных инициатив. К медали награжденным вручается удостоверение, а также производится единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. К 2018 году Почта России должна сократить сроки доставки писем вдвое. Такую задачу перед государственным оператором почтовой сети поставило Министерство связи и массовых коммуникаций. Если сейчас сроки доставки корреспонденции в пределах населенного пункта составляют 7 дней, а между городами 10 дней, то через 5 лет эти сроки не должны превышать 2 и 5 дней соответственно. Помимо этого, Почте России предстоит решить и много других вопросов. Это повышение качества предоставления услуг, производительности труда почтовых работников, а также увеличение их заработной платы. Ноябрьские дети, чьи родители трудятся в «Газпромнефти» и «Ноябрьск» к «Нефтегазе» вернулись из Анапы. Там ребята стали участниками первой летней лагерной смены. Они провели на юге 21 день. По словам сопровождающих, отдых прошел хорошо, замечаний к работе персонала лагеря нет. Дети не только накупались в море, но и весело провели каждый южный вечер со своими вожатыми. Добавлю, всего этим летом в лагере отдохнут 87 мальчишек и девчонок. Родители оплачивают лишь 5% от стоимости путевки и от 25 до 50% стоимости билетов. Остальные расходы покрывает «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз». И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 27 июня в Салихарде преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура плюс 15 градусов. В Муравленко небольшие осадки. Ветер западный до 4 метров в секунду. Температура 19 градусов тепла. В ноябрьске переменная облачность. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура плюс 19 градусов. Продолжение следует. Продолжение следует.